До 41-го чемпионата мира осталось не так много времени, как проходит подготовка мы еще с вами обсудим чуть позже. А сейчас хотелось бы узнать, кроме чемпионата мира, понятно, что это одно из самых главных событий в мире ГО, какие еще есть турниры, которые проходят в нашей стране, которые можно выделить, что они имеют большое значение? Я рассказывал уже про Кубок японского посла, который у нас является одним из крупнейших турниров. И сейчас с ним уже конкурирует другой посольский турнир, это Кубок посла Китая. Он с небольшим перерывом сейчас возобновился. И вот зимой прошлого года он прошел в таком необычном формате из-за пандемии. Нам пришлось сделать трансляцию, для того, чтобы участники могли играть онлайн. Ну и нам благодаря этому удалось сделать турнир практически открытым для не только всей страны, для всего мира. Финалисты этого турнира играли специальную такую показательную игру. Параллельно был разбор, так как это принято делать на самых крупных статусных мероприятиях. И я надеюсь, что мы продолжим этот опыт, потому что были очень позитивные отзывы. И, наконец-то, люди увидели в гоф красивой такой телевизионной обстановке. По-настоящему кажется, что игра не зрелищная, но, как вы видите, здесь есть на что посмотреть. Она очень красивая, очень эстетичная. И мы, конечно, хотим, чтобы каждый наш турнир был максимально изящным, так как это принято в Азии. В турнирах принимают участие сильные, я думаю, одни из самых сильных игроков. Кого вы могли бы выделить вообще из российских чемпионов? О ком можно сказать? Один из кандидатов на то, чтобы представлять Россию на 41-м чемпионате мира, это Антон Черных. Ему 20 лет. Один из наших сильнейших юниоров. И он сейчас учится в университете физкультуры и постоянно занимается ГОО. Среди девушек у нас сильнейшие девушки Европы. Это Светлана Шикшина, которая занималась ГОО с 10 лет. Ее обучал ее отец Валерий Шикшин, который заслуженный тренер России по ГОО. И она через год обучения уже приняла участие в чемпионате России. И Светлана много раз становилась чемпионкой как России, так и Европы. И она не единственная, кто у нас так хорошо играет. Есть и другие девушки. Есть даже такая шутка, что женский чемпионат Европы, нет, точнее так, женский чемпионат России сложнее выиграть, чем чемпионат Европы. Потому что наши девушки, они самые сильные, самые упорные и готовы биться до последнего. Вот если мы сейчас говорим о женском ГОО, о мужском ГОО, давайте затронем актуальную тему гендерных вообще отличий. Как вы думаете, эта игра больше мужская или женская? И кто больше успешен в ней, наши мужчины или наши женщины? О женщинах мы поняли, они, конечно, молодцы. Они могут по-настоящему составить конкуренцию любому мужчине. И ГОО, конечно, игра, с одной стороны, военная. Здесь есть противостояние, борьба, сражения. Но, с другой стороны, это игра про созидание. В ГОО невозможна тотальная победа, как, например, в шахматах, где ты убиваешь короля и ты выиграл. Ну и, по сути, ты победил и получил все. В ГОО нету камня короля, здесь невозможно победить убийством камней. Соответственно, оба игрока приходят к концу игры с какой-то территорией. Большего или меньшего размера. Мы соревнуемся только в вопросе, насколько у тебя территорий больше, чем у меня. И я скажу так, что, например, в средневековом Китае больше всего в ГОО играли женщины. И они в итоге взяли под контроль управление государством во время династии МИМ, потому что они действительно разбирались в стратегии. В России, конечно, ГОО занимаются больше мужчин, больше юношей. Но, например, могу привести в качестве примера одну из сильнейших девушек мира. Это Наталья Ковалева, родом из Челябинска, которая многократно становилась чемпионкой Европы и России. И она дает такой пример. Сейчас очень много девочек занимаются ГООП, потому что они видят, что не только мужчина может здесь, условно говоря, умничать, но и женщина тоже может показать ему свое место. При этом самые сильные девушки у нас в России играют. Поэтому частенько бывает так, что чемпионат России среди женщин выиграть сложнее, чем чемпионат Европы. Такое случается. И я считаю, что это чудесно. Но, конечно же, и в Европе тоже есть очень сильные девушки. В Германии, во Франции, в Венгрии. И даже есть три профессиональных игрока женского пола. Они получили свои титулы в Азии, в Корее. Это наша Светлана Шикшина, Мария Захарченко из Украины. И также Диана Акошеги из Венгрии. Все в Корее они получили профессиональный дам. Наталья Ковалева родом из Челябинска. Я знаю, что этот город тоже богат на таких сильных игроков ГО. А какой еще регион России может похвастаться сильными игроками? Например, Казань. Там у нас и Светлана Шикшина начинала свою карьеру, Александр Денирштейн, семикратный чемпион Европы, Илья Шикшин, про которого я вам рассказывал, который занял четвертое место на чемпионате мира. И, например, интервью с Валерием Соловьевым, которое мы смотрели ранее, тоже имеет отношение к Казани, потому что Валерий Соловьев как раз живет и работает в Казани. Казань уже, кстати, сделала свой ход в челлендже 100 ходов до Всемирного фестиваля Genius Extreme. К челленджу начинают присоединяться больше и больше городов. Например, недавно сходил Якутск, после Якутска сходил Воронеж, и после Воронежа сходил Магадан. Давайте посмотрим эти ходы. Ходы были интересные. Я покажу сразу сам сейчас эти ходы по порядку. Якуты разделили сторону с черными и белыми, и затем укрепили слабое место, которое составила Белгородская земля на нашей позиции. После чего в Воронеже развернули игру на новый участок, а в ГО можно играть практически везде. Не бывает такого, что где-то в одном месте идет одно сражение, сражения ведутся по всему полю одновременно. И к тому моменту, когда магаданцы получили запись этой партии, позиция выглядела вот так. Видите, много наиграли. Они не смогли остановиться на одном ходу. И вот так выглядела позиция, как она приехала в Магадан. И один из чемпионов среди детей Магаданской области поставил свой ход в четвертый уже сейчас угол. И у нас игра уже затронула все поле. И он сделал всего один ход, после чего челлендж пойдет дальше. Мы уже узнали, что на чемпионате мира сыграет только один игрок от нашей страны. А сколько будет мест? Это будет традиционное первое, второе, третье место? Или как-то иначе будут распределяться победители? В чемпионате мира 8 призовых мест. Ну, самое главное, конечно, это первое, второе, третье. Золотая, серебряная, условно, бронзовая медаль. Но победителей будет больше. И по-настоящему есть шансы у нас попасть в это число, потому что 8 мест – это не 3. И турнир будет идти 8 дней, 6, точнее говоря. Мы поменяли расписание в связи с тем, что у нас теперь все будет проходить частично в онлайне. И поэтому есть шансы, есть шансы побороться за призовые места. А кроме титула, что еще будет положено победителю? Может быть, какие-то призы предусмотрены? В этом чемпионате мира не предусмотрены денежные призы. Это исключительно такая любительская история, спортивная. И если вы, например, выиграете чемпионат мира, то вы получите кубок и такой памятный подарок, как и все победители. Но уедете из Владивостока без большого денежного приза. Хотя действительно на турнирах ПАГО, где играют супермастера, есть призовые по несколько сотен тысяч долларов. Но так принято, что чемпионат мира – это не борьба за деньги, это борьба за статус и за звание чемпиона мира. А как Владивосток готовится сейчас к этому событию? Владивосток готовится не только к принятию чемпионата мира, но и к приему болельщиков, зрителей, гостей фестиваля. И там планируется большая-большая культурная программа. К наплыву посетителей готовятся не только культурные и общественные пространства, гостиницы, владельцы туристических туров. Я знаю, что очень серьезно готовятся рестораны. Во-первых, год пандемии повлиял на их бизнес, и они очень хотят увидеть гостей первого большого массового мероприятия в Владивостоке. Визитная карточка в Владивосток – это, конечно, морепродукты. В городе есть несколько очень хороших ресторанов. Я вам рекомендую попробовать морепродукты, если вы покажетесь в Владивостоке. И благодаря своему местоположению на берегу океана Владивосток может похвастаться обилием заведений, где можно попробовать настоящую азиатскую кухню, китайскую, корейскую или японскую. И, конечно, Владивосток – это законодатель моды России по ресторанам паназиатской кухни. Чемпионат мира наконец-то состоится. В прошлом году ожидалось, что он пройдет, но сдвинулись сроки. В этом году он уж точно будет. Сто процентов будет. Мы его очень долго ждали. И для этого, чтобы решить все проблемы, связанные с доступом в нашу страну, мы предусмотрели онлайн-формат. Поэтому всех ждем очно или онлайн на нашем чемпионате мира и на фестивале. Все пройдет точно в те даты и там, где мы и рассчитываем во Владивостоке в июне 2021 года. О непростом пути чемпионата мира, как он пришел в Россию, рассказала Наталья Ковалева. Давайте посмотрим это интервью. Сегодня у нас интервью с заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России и Европы, послом всемирных интеллектуальных игр, исполнительным директором Европейской Федерации ГО, вице-президентом Российской Федерации ГО Натальей Ковалевой. Наталья, добрый день. И от себя добавлю, что ты, наверное, сильнейшая и главная девушка в ГО во всей Европе? Ну, официально да. То есть сейчас ты у нас чемпионка официальная? Да, я действующая чемпионка Европы в женской и парной категориях. Ну вот я знаю, что ты в силу того, что ты все-таки чемпионка и занималась в ГО с юности, с детства, как ты сказала, ты ездила по многим странам. И даже мне рассказывали, что для тебя это была такая дополнительная мотивация, потому что можно было действительно побывать, считай, по всему миру и в ГО поиграть, по любым делам позаниматься, и страны посмотреть. А ты вообще считала, сколько ты стран посетила? Да, это, собственно, и была моей самой первой мотивацией, когда мой брат, он немножко раньше начал играть в ГО, и он поехал на первое соревнование в другой город. И тогда я поняла, что это шанс, это возможность путешествовать, действительно. Сначала это были российские города, я начала выезжать из Редного Челябинска, сначала уральские города, потом по всей стране, а потом уже и начались другие страны поездки, порядка 30 стран я посетила. Не знаю, много это или мало, но, наверное, немало. Это неплохо по-настоящему, я думаю, вся Европа, а в Америке, кстати, ты где-нибудь играла? Нет, я только одно половину земного шара задействовала пока что, поэтому это Европа и Азия в основном. Вот одна из твоих ипостасей и родов деятельности – это Европейская Федерация ГОА, и ты много общаешься с иностранцами, в том числе ты приглашаешь иностранцев к нам на чемпионат мира, много занималась приглашением иностранцев на те международные турниры, которые проходили в Москве, в Питере. И скажи, пожалуйста, вот по стилю, может быть, по каким-то, знаешь, ментальным качествам, ГОА отличается по странам? Вот если, например, сравнить там Россия, Европа и, например, Азия. Вот такие три больших пласта. Да, я думаю, что действительно есть отличия. Игроки в ГОА знают, что даже Корея, Япония, Китай отличаются по стилю игры. Где-то более спокойная игра, где-то более агрессивная, где-то более надежная. И в свое время еще советское ГОА, оно очень отличалось от даже европейского, потому что было много самоучек. То есть было очень сложно с литературой, и люди сами фактически создавали вновь ГО для себя. И выработался очень такой довольно агрессивный, бескомпромиссный стиль. И когда впервые наши игроки приезжали в Европу, это очень бросалось в глаза. Также есть страны, где, видимо, более размеренная жизнь. Они играют также более размеренно. Европейцы, наверное. Да, европейцы, они несколько так спокойнее. Расслаблено. Расслаблено, да. А, кстати, есть отличие между мужчинами и женщинами все-таки. Обычно женщины более агрессивно играют и более бескомпромиссно. То есть те позиции, где мужчина уже бы один из соперников сдался, у женщин обычно не так. Как в шахматах говорят, играют до голых королей, так и в ГО. Играют до полной капитуляции, когда уже совсем ничего не осталось. Это женский такой материнский инстинкт, что надо до последнего биться за гнездо. Возможно. А ты, кроме того, еще и возглавляешь детскую комиссию Российской Федерации ГО. И скажи, пожалуйста, у меня даже два вопроса здесь будет. Первый вопрос. Как ты вообще смотришь на развитие детского ГО в нашей стране? И второе, в связи с этим, а как ГО влияет на ребенка? Помогает, наоборот, мешает? Никак не влияет. Да, детская ГО в Европе довольно активно развивается. И при этом Россия безусловный лидер в этой категории. Россия вообще лидер в Европе во всех категориях. Но вот в детской сейчас буквально неделю назад, 10 дней назад, может быть, наши ребята уже в шестой раз стали победителями первенства Европы в команде. То есть сразу 15 наших ребят стали чемпионами Европы. И это шестой раз из семи возможных. То есть уровень, мне кажется, сам за себя говорит. И при этом у нас на данный момент очень много сильных ребят, которые на голову сильнее всех остальных в Европе. И если бы, наверное, не карантины наши, их можно было бы отправить в Азию на обучение. Я верю, что они бы стали профессионалами. Сразу несколько человек из них. Это об уровне развития детского ГО в России. А вообще о свойствах ГО, которые дает детям. Но опять же, для меня ГО – это общение в первую очередь. И это здорово, когда дети могут иметь возможность путешествовать, точно так же, как и я когда-то в 7 лет, общаться между собой. У нас очень доброе и такое умное, я бы сказала, общество. Обычно родителям очень нравится, когда очень умненькие дети между собой общаются. Они успешны не только в ГО, они успешны в олимпиадах различных. И языковых, и математических, и компьютерных, каких угодно. И физических у нас. Ребята везде побеждают. То есть, очевидно, ГО помогает и в учебе. Хотя многие дети не так часто даже посещают школу, при этом заканчивают с золотыми медалями. Ты принимала деятельное участие в его приглашении на нашу территорию. И расскажи, пожалуйста, коротко, как это было. Я знаю, что там было не так все просто. И, в общем, удалось общими усилиями вашими, твоими лично руководством РФГ, партнерами нашими из Азии, все-таки убедить все мировое сообщество, что именно Россия должна быть хозяйкой первого неазиатского чемпионата. Когда до тебя этого никто никогда не делал, люди это воспринимают. Ну, что вы такое придумали? Перестаньте. Ну, какой чемпионат мира в России? В Японии, да, это понятно. И мы довольно долго пытались объяснить и доказать, что мы способны это сделать, что у нас очень много желающих, что у нас есть партнеры и спонсоры, которые хотят поддержать этот проект, что мы хотим провести не только чемпионат мира, но и побочные мероприятия, которые позволят развить ГОВ в регионе и в России в целом. И в конечном итоге, можно сказать, с некоторыми войнами, с небольшими локальными, мы добились права проведения. Мы делаем фестиваль на полях чемпионата мира. Я так понимаю, что мы первые, кто придумали такую историю. Я надеюсь, что там поучаствуют, ну, по возможности, все наши российские ребята. Кто-то, может быть, приедет из-за границы. Фестиваль Genius Extreme. Там, кстати, будет же не только спортивная часть, но там будет вот такая, можно сказать, вообще для любого горожанина открытая история. И мне очень интересно самому посмотреть, как это сработает. Обычно же турниры проходили всегда исключительно для тех, кто уже внутри сообщества. А здесь мы попробуем расширить эту рамку. И вот хотел тебя попросить пригласить всех наших участников, международных участников. Наше мероприятие уникально в том смысле, что абсолютно любой участник может принять участие в мероприятии. Обычно на чемпионат мира мог приехать только один, единственный представитель от страны. А здесь, если вы не сильнейший в своей стране, ничего страшного. Вы можете приехать и поиграть тоже в довольно профессиональном турнире. Это Кубок России. Если вы только начинаете свой путь или хотите познакомиться с игрой, для этого создан фестиваль Go. И опять же, это будет весело, интересно, увлекательно. Безусловно, это во многом будет для жителей региона Дальнего Востока. Но, конечно же, и европейская часть, и вся Сибирь очень хотят посетить Владивосток. Я знаю, что это такая мечта у многих. Спасибо за интервью. Спасибо. Увидимся во Владивостоке. Безусловно. В 2021 году, в нашем текущем, в июне, с 3 по 7 число. Всех ждем. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!